Так вот, расскажу сегодня про повестку дня Пока народ подтягивается, пока собираются, пока проверяют всю связь Сегодня к эфиру подсоединится Наталья Она руководитель компании Китай Камень И уже больше 10 лет живет в Китае и занимается экспортными поставками из Китая Да, привет Ирина И для меня, как для человека, который взялся и замахнулся на возрождение среди специального образования в камнеобработке в России Интересно, как это происходит в Китае Потому что, ну, на самом деле, как-то не парадоксально, как это не прискорбно Но на сегодня уже есть чему поучиться у тех, кого мы сами когда-то учили Китайцы развиваются очень быстро И в качестве, и в скорости обработки камня Ну и думаю, нам есть что послушать Сейчас подключу Наталью И она нам расскажет, как образование Ждем ее подключения Вот, потому как на сегодня у нас... Ну вот, Наталья, привет Добрый день всем Всем большой привет из Китая Солнечного города Сиамэнь Слышно меня? Да, сигнал долетел из Китая Так что можно разговаривать Отлично Наталья, связь чуть притормаживает Я поэтому буду задавать, ну, как бы, вопросы какие-то И ты рассказывай А мы будем внимательно слушать и конспектировать Хорошо Вот, самое интересное, ну, на мой взгляд В нашем бизнесе, то есть Отсутствие, ну, в большей части, в большей степени У специалистов нашей камнеобрабатывающей отрасли Профильного образования То есть все мы учились Ну, начинали еще тогда, когда интернета не было Когда были только учебники, книжки и старшие товарищи Гранички, которым было что рассказать Было чем поделиться И каждый постигал эту каменную науку Ну, как мог Где-то на своих ошибках Где-то, ну, с какими-то подсказками А скажи, как у тебя это было Как ты пришла в камнеобработку? Как ты научилась? Где брала знания? Ну, во-первых, я хочу вас поблагодарить За такую возможность, потому что Сейчас в мире интернета Я извиняюсь за связь, потому что Если вдруг будут подвисать Потому что все варианты Инстаграм в том числе из Китая Все это заблокировано Я вынуждена использовать VPN VPN, специальную программу Поэтому Китай очень сильно блокирует Внешние какие-то источники информации Поэтому, ну, надеемся, что все пройдет у нас Во-первых, я хочу поблагодарить вас, Александр За то, что вообще в целом такая идея классная На мой взгляд, что создать вот такую онлайн-школу И привлекать, и рассказывать, делиться опытом Сейчас в сфере, ну, благодаря интернету Мы можем пользоваться информацией И делиться опытом, и узнавать, как за рубежом в том числе Я, как я понимаю, я просто не знаю Может быть, были другие эфиры Но, как я понимаю, наверное, я открою Первую зарубежную страну Китай Но у нас есть тоже достаточно много В других странах представителей Которые, ребята, работают на других рынках Это будет интересно, если мы дальше передадим Эту эстафету, и каждый поделится Потому что китайцы, они сильны, на самом деле Тем, что они очень сплоченные Очень дружные, и они четко понимают, куда они двигаются У них есть определенные цели, про которые мы сегодня поговорим И я поделюсь своими мыслями, своими впечатлениями Как они вообще достигли, на самом деле, очень крутых результатов Потому что в этом году я уже буду отмечать десятилетие, как я живу в Китае И, на самом деле, эта страна меня все больше и больше вдохновляет Своими какими-то вот такими стремлениями, амбициями И вот этой движухой, в том числе и в каменном бизнесе Поэтому, если про мою историю То есть я пришла в Камень, на самом деле, уже очень давно Больше 20 лет назад Была очень простая такая история Я родила свою старшую дочь Просидела три года в декретном И мой родной дядя пригласил меня На тот момент мне было очень удобно, комфортно Потому что он мне предложил свободный график И говорит, давай попробуем Анатолий Анатольевич Конков Это мой первый учитель, мой родной дядя Компания Экогрант И мы тогда с ним начинали Вместе с его партнером Литвинов Иван И мы тогда начинали Я пришла девчонкой совсем молодой И тогда еще вообще сырой рынок был И мы, на самом деле, все это пытались понять Как с чего начинать Было несколько камней, несколько компаний И все как-то раздроблено Но в то же время какие-то уже делались попытки Что-то из Италии привезти, что-то еще Но это были мои первые учителя Все было вот таким методом проб и ошибок Никаких курсов или каких-то специальных школ Ничего этого не было У меня три высших образования Экономическое, лингвистическое И вот в том году я закончила магистратуру РУДН Это университет дружбы народов По психологии И, кстати говоря, я защищала свою работу Диссертацию по психологии китайцев Это было очень интересно У меня опыт Я совместила все эти свои знания И сейчас это активно применяю В Камне в том числе Потому что Камень — это очень интересная тема И ребята, которые приходят сейчас в Камень Мне кажется, они в такое интересное время пришли Потому что когда я начинала, было буквально несколько камней Сейчас рынок, особенно когда я нахожусь здесь, в Китае Мне кажется, это фабрика, мировая фабрика камней на сегодняшний день Таких масштабов, ну, я думаю, что нет ни у кого И те варианты камней, которые я лично здесь вот наблюдаю Их с каждым, мне кажется, днем все больше и больше Открывается новых карьеров, новых возможностей И это и плюс, и минус Потому что есть у каждого камня свои нюансы Свои вопросы И нет какой-то, ну, серьезная система Нет серьезного обучения в этом плане Поэтому очень многие вопросы приходятся, конечно, и сейчас Даже, в общем-то, методом проб и ошибок идти Но все равно уже благодаря моему тоже опыту Опыту моего мужа Сергея Мы вместе работаем Вот, мы как бы двигаемся Ну, а сами-то китайцы Как они, ну, у себя специалистов учат? Где они берут информацию? Потому что в любом случае Ну, так скажем, даже в интернете Информации ее действительно очень много Но она настолько противоречивая То есть огромное количество и тех вещей Ну, и каких-то ошибочных суждений И все настолько, ну, по-моему, запутано Чтобы докопаться до истины Надо мало того, что это найти, изучить Попробовать применить, ошибиться И только после этого там найдешь Как это получается, делается на самом деле Ну, я бы хотела бы рассказать по поводу Китая На самом деле с разных сторон Потому что если мы просто выдернем Какой-то кусочек просто обучения Да, условно говоря, ПТУ, да, профессиональное Там, училище или что-то То это не будет полной картины по Китаю Я бы вообще разделила бы Китай То есть если мы посмотрим на него В целом его развитие То это примерно за 40 лет То есть это вот точка А нулевая И точка Б сейчас в общей сложности Примерно 40 лет На всю экономию Не только про камень Это вообще в целом экономика Китая Она начала развиваться с 78-го года Вот Я просто выделю Повременная, да Я просто немножко расскажу Видение, ну, в разных разрезах То есть Во-первых, это все надо, конечно Китай 10 лет назад И Китай сейчас Это два разных Китая Потому что многие думают Что это вот Как бы оно Китай настолько быстро развивается Что говорить о нем То есть надо четко рассказывать В какую временную Временную дату мы обсуждаем Какие-то конкретные достижения Или неудачи Китая Я просто поделюсь своим видением Смотрите, когда я Первые контейнера Которые я Будучи еще клиентом в Москве Я заказывала Тогда пользуясь электронной почтой И первый контейнер Я помню свой привезла Это примерно 17 лет назад Это было И я помню, что я привезла Этот контейнер С гранитными заготовками Я просто рыдала На самом деле Потому что это были Последние Ну, как бы деньги Которые для меня Вот, по сути, последние Я чуть ли там не взаимы брала Я очень хотела как бы Привезти Что-то там продать И что-то на этом заработать Но когда я открыла контейнер Это было без проверки Без приезда То есть толщина заготовок С одной стороны Там что-то 20-25 мм была А по другой По толщине До 7 см доходила То есть все эти заготовки По сути у меня на даче Так и лежат Ну, мы их облагородили Использовали и так далее Но это была целая эпопея И у меня был какой-то период Что очень Был какой-то страх Дальше работать Потому что я увидела Возможные варианты Качества Брака и всего остального Потом получилось так Что у меня был Очень приличный Большой заказ Там что-то на много контейнеров И я тогда решилась Поехать в Китай Это было, наверное 13-14 лет Примерно назад Я уже сейчас Точные даты не помню Это не важно Ну, примерно так И мы приехали С своей дочерью Со старшей И Она уже тогда была Очень крутой Значит, что меня тогда поразило Уже Значит Весь рынок Шуйтоу Это Чтобы вы понимали Весь Китай Он разделен На промышленные города И Это независимо Какая тематика Это они сделали Очень классную штуку И Все промышленные города Специализируются На какой-то тематике Это очень удобно То есть Весь Рынок Весь вот этот вот Каменный город Шуйтоу Которая вся мы Это центральный город Куда привозятся К блоки Со всего мира И здесь уже Распускается То есть Это огромнейший город С полной инфраструктурой И уже тогда 14 лет назад У меня тогда Произвел огромнейшее Впечатление Но я вам хочу сказать Те ребята Которые были Два года назад На выставке Здесь В Сиамении Посещали Шуйтоу Поверьте мне За те два года Которые я нахожусь здесь Ну бог да Скоро откроются Вот эти границы И вы приедете И поверьте Вы не узнаете Шуйтоу Даже за два года Которые Вот сейчас Пандемии То есть Выставка Которая В Шуйтоу Она была Такого Локального Варианта По камню То есть Сейчас Там Огромнейший Хилкон Построили Скоростную Дорогу Прям над Домами Сделали Новый аэропорт То есть Это вот Они сделали За время Пандемии То есть Скорость Развития Насколько Огромная И кажется По первости Что вот эти Вот промышленные Города Что они Как-то Очень хаотично Беспорядочно Построено На самом деле Когда Ты начинаешь Ездить По заводам Вникать В эту тему Ну вот То есть Первое впечатление У меня было 14 лет назад Что здесь нет Никакого порядка Все просто Сложили В общую кучу И вот оно В одном месте Все есть По факту Нет Все очень На сегменты Разделено То есть Все заводы Узко Специализированы Чем Китайцы Ну я считаю Их Большая сила В том Что у них Все заводы Узко Специализированы То есть Весь этот Промышленный Город В котором Есть все Макдональдс И все Остальное То есть Здесь живут Рабочие Здесь живут Какой-то Менеджерский Состав Все Торговые Компании Все Топ-менеджеры Они живут В Сиамэне Это 70 Километров То есть Сиамэн считается Такой чистый Город Где нет Промышленности А То есть Это отдельно Разделенные Города Да Обязательно Промышленные Города Отдельные То есть Вы когда То есть Примерно 70 километров Начинается От Сиамэне То есть В самом Сиамэне Нет завода И в Сиамэне Только есть Выставка Которая Огромнейшая Считается Там Одной Из самых Крупных Выставок И Раньше Она в марте Проходила Многие Сюда Приезжали Вся Промышленная Зона Она вынесена Примерно 70 километров Это Огромнейшая Территория Я не знаю Сколько Квадратных Километров Но чтобы Реально Просто Объехать Склады Которые Там Присутствуют Надо Не одну Неделю Если так По-серьезному Заниматься И ездить Значит Что Я хотела Скать Очень Упорядоченно Каждый Занимается Четко Своим Делом То есть Это Как Муравейник Которые Вот Они Есть Руководители И есть Рабочий Сосат Который Четко Знает Что Они Делают То есть Когда Вы приезжаете В эту Промышленную Зону То там Достаточно Много Висит Объявлений Специализированные Курсы По камню Для специалистов Которые Хотят Выучиться Автокабу То есть Это Не просто Обтекаемые Какие-то Курсы Автокаба Четко Специалист Которые По автокабу Дальше Значит Есть Специальные Какие-то Тоже Курсы Которые Например Заводы По По Оборудованию Которые Они сами Например Выпускают Оборудование Они Обучают Специалистов Здесь Потому что Китайцы Работают На своем Оборудовании На китайском В основном Своем Здесь есть Несколько Заводов Которые Итальянское 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 Используют Но В основном Это То есть Когда вы Приезжаете В эту Промышленную Зону Там Есть Вот Такие Курсы Такого Плана И Значит Что я Просто Хочу Сказать Что Сама Идея У них Что Все Должно Быть В одном Месте То есть Здесь Все Что касается Камня Если Раньше Было Две Основные Промышленные Зоны Это Провинция Гуандун Она Гораздо Меньше Чем Шуйтоу И основная Вот Это Шуйтоу То есть За последние Два Года Сделали Еще Как минимум В пяти Провинциях Они Тоже Промышленная Зона По камню Которая Специализируется На Китайском Мраморе В основном На мраморе Либо граните Но на китайском Камне На локальном Шуйтоу Которая В районе Сиамэне Он Специализируется На Привезенном Камне То есть Здесь Отдельные Территории Просто Это Десятки Километров Складов Блоков Завезенных Со всего Мира То есть По сути Все Что Любой Заказ Могут Выполнить Только Давайте Работаю И так Далее То есть Значит Здесь Очень Важна Скорость Объемы Отгрузки Вот Как Они Это Всего Добивались То есть Если Мы Посмотрим На Заводы То Я бы Условно Их Разделила На Большие Средние И маленькие Заводы Они Все Так На Мой Взгляд Работают Немножко По Разным Схемам Вот Потому Что То Что Я Наблюдаю И Из Определенного Опыта Общения С ними То Как Я понимаю Здесь Коммунистическая Партия Она Все-таки Играет Очень Серьезную Все равно Ролю И Если Посмотреть В целом По экономике По Китаю То У них 24% Это Государственные Предприятия Которыми Руководят Члены Коммунистической Партии И Все остальное То есть Это Почти 80% Это Мелкий Средний Бизнес Который На самом Деле Делает Больше 60% ВВП Экономики Китая И Вот Этот Мелкий Средний Бизнес Он Работает По Капиталистическому Принципу То есть Государство Им Не мешает И Если Мы Говорим Про Обучение На таких Заводах По камне Обработке Большие Заводы То есть В определенный Момент Человек Который Например Житель Какой-то Деревни Он Вырастает До какого-то Возраста Он Начинает Думать Что ему Делать Дальше Молодые Ребята Китайцы Они Приезжают То есть По каким-то Причинам Они решают Например Заниматься Там Камнем У всех Разная Просто История Ну Берем Какого-то Среднего Китайца Он Приезжает В эту Промышленную Зону Шуйтову И Уже Дальше Там То есть У них Есть Внутренний Как бы Типа Как бы Бюро По Трудоустройству Да Это Внутри Шуйтову То есть Это Люди Которые Там Заинтересованы В продвижении Вот этих Рабочих Значит Есть Возможности Какие Вариант Один Пойти На большой Завод Как правило Эти Рабочие Которые С деревень Приезжают У них Нет В лучшем Случа Дель Классов Образования Но Заводы Готовы Их Брать И берут Их В достаточно Большом Количестве Внутри Завода Есть Все То есть Вплоть До того Что там Какие-то магазинчики И все остальное То есть На территории Завода Есть Как бы Школы Курсы То есть Они Их берут Под свое Крыло И Обучают Уже С самого Начала То есть Это все В виде Команд Командного Какого-то Духа Конкурсы Все Это То есть Этот Человек Попадает На самый Низший Уровень Работы На заводе Где Его Обеспечивают Работой Вся Учеба Она Происходит Собственно Говоря В процессе Работы То есть Есть Какое-то Время На обучение Есть Какое-то Время Уже Дальше На практику То есть Все Вместе Нет Такого Что Они Где-то Там Отучились Пришли Здесь Просто Надо Разделить В общем-то Рабочие Которые Совсем Простую Работу Делают По сути Их Сразу Отдают На Конвейер На работу То есть На двадцатом Погонном метре В общем-то Он уже Начинает Что-то Понимать Если Состав Какой-то Более Там Какого-то Требует Профессионального Навыка То там Уже Идет Обучение То есть Вот эти Большие Предприятия Они Работают Это Не государственные Предприятия Камни Есть Ну По крайней Мере Насколько Я знаю Это Все Частный Сектор Вот То есть Как такового Наталья Перебью Извиняюсь То есть Как такового Среднеспециального Образования Ну В нашем Советском Понимании То есть Такого Нет То есть Там Минимальное Базовое Школьное Образование И Все Я бы Здесь Разделила Смотрите Если Мы Говорим Про Тех Рабочих Которые На Станке Что-то Чирикают Какую-то Однотонную Продукцию То у них Для них Нет Образования Есть Специализированные Я специально Пробивала По Поисковику Китайскому Что И разговаривала Прежде чем Вот сейчас С вами Пообщаться На эту Тему С китайцами То есть Они Мне И Байдум Вот Этот Поисковый Китайский Система Мы Нашли Несколько Заведений Которые Обучают Резьбе По камню Вот Эти Специализированные Училища Есть Китайская Резьба Это Имеется Ввиду То Что Резьба Режут Китайская Либо Скульптура Они Сейчас Тоже Делают Разного Клана Скульптура То есть Направление Резьбы Они Там Учатся Три Года Это Может Приехать Человек Из Деревни И Дальше Его Обучают И Уже Распределяют Как-то Они Договариваются На Свои Заводы То есть Большие Заводы Имеют Свои Вот эти Обучающие Курсы В зависимости От того Какой Работник Либо Его сразу По сути На завод Ставят И он Чирикает Одну Продук Китай Он На Объемы И Поэтому Учиться Понимаете Они Учатся В первую Очередь Уже В процессе Работы По крайней Мере Те Рабочие Которые Делают Простую Работу Все Что Посерьезнее Там Уже Да То Там Есть Обучение Но На больших Предприятиях Они Сами Учат Они Сами В этом Заинтересованы То есть Если Мы Говорим Про Средние И Малые Заводы Здесь Просто В Китае По сути Малый Завод Это Все равно Большой Завод В нашем Понимании Это Не Цех Это Все Таки Завод То есть Малое И Среднего Плана Они Как правило Это Семейный Подряд И В основном Костяк Приезжает Свои Семейные Ребята И Кого-то Они Берут Со Стороны Уже Смотрят Буквально Вчера Наблюдала Историю На одном Заводе То есть Смотрю Он Раньше Был Упаковщиком Сейчас Они Уже Там Сами Обучают На станке Что-то Там Пилюхать Ну Парень Толковый Они Его Немножко Там Дальше Двигают Но В любом Случай То есть Везде На всех Заводах Вот Этот Коммунистический Такой Подход На самом деле Он У них Сохранился Несмотря На то Что Если Посмотреть Экономику Китая То Она На 80% Она Капиталистическая Везде Плакаты Что мы Самые Лучшие Мы Должны То Мы Должны Это И так Далее То есть Здесь Везде Все равно Осталась Вот эта Тема Фокус На Команду Система Балов Присутствует Мы Просто Внутри Предприятия Самостоятельно Они Уже Там Определяют Обязательно Хлопают То есть Есть Признание Какая-то Там Премия И так Далее Средняя Зарплата Кстати говоря 1200 Долларов На У рабочего На заводе Который Выполняет Какую-то Простую Работу Достаточно Простую То есть Если Мастер Посерьезнее То у него Зарплата Выше Вот Потому что Они У них Все равно Это идет На Сделщине Они За счет Объемов Вырабатывают Достаточно Серьезные Объемы То есть Если Посмотреть даже Исторически Вот Китайское Название Компания То есть В китайском Языке Есть Специальные Слова Счетные То есть У Слова Компания И Завод То есть У них Идзя Это называется В переводе Это семья То есть Человек Который Попадает Не важно В какую Компанию Маленькая Средняя Или большая Он попадает В определенную Семью То есть Со своими Устоями Со своими Правилами Но они В общей сложности В общей массе Они конечно Похожи То есть Упор на На Результат На скорость И так далее То есть Сам распорядок дня Очень интересен Наблюдать То есть Как я уже сказала Это промышленная зона В которой Они полностью Живут То есть Уезжает Вся Там где нет Заводов Там где Все чисто Экология Хорошая Только Высшие Топ менеджеры А все остальные Там в этой Промышленной зоне Обровнейшие Они там и живут То есть Когда приезжаешь Туда Очень интересно Наблюдать Как заводы Изнутри Работают То есть У них Обязательно Утреннее Построение Зарядка Вместе Команда Боссы Зачастую Вместе Тоже Занимаются С ними Именно это Примитивно Как бы там Десять минут Но Речевка Или что-то Из этой серии Обязательно Там происходит Планерка Планы Вот эти На день На неделю Там На Ну на Какой-то Период времени Обязательно Все это Есть Все это Отслеживается Свои Показатели И обязательно Конечно Они Вот Вот это Вот Как у нас Было В Советском Союзе Они это Все-таки Сохранили Вот это А-ля Грамоты А-ля Похлопать Ты самый лучший На доску почета Это все Осталось Это все Есть Все живут Они в общежитиях То есть Очень важный момент Что они Не тратят Свое время Ни на что Кроме Как работы То есть Вот у них Есть четкий Распорядок дня Общежитие Прямо тут же На заводе То есть Завод им Обеспечивает Они по сути Никуда дальше Могут В выходной день Кстати выходной день В зависимости от завода От двух до четырех Выходных дней У них В месяц То есть От двух до четырех В месяц То есть Шестидневная Рабочая Иногда Даже Полностью Неделю Работают То есть Это На государственном уровне Закрепленная Получается Вот эта История Знаете В Китае Очень много Во-первых Если мы говорим Про Китай Очень многие люди Думают Что вот Китай Он такой единый На самом деле Абсолютно не так То есть Есть Много провинций В которые У каждой провинции Они по сути Сделали сейчас По примеру Штатов Америки У каждой провинции Свои Правила И поэтому Очень часто бывает Что Несогласовки Мы например Едем иногда Даже в другую провинцию На машине Если вдруг Штраф В другой провинции То иногда Даже бывают Нестыковки Что нам надо Вернуться В эту провинцию Потому что У них Нестыковки Между собой По оплате Этих штрафов То есть Говорить про Китай Единым Вот Единым фронтом Ни в коем случае Не нужно Особенно Особенно Интересно Про Тоже про язык Надо сказать У нас просто Интересно Получается Что Если Мы пошли По другому пути Да То есть Мы Я имею ввиду Бывшие страны Советского Союза То что там Русские Что-то там Не нравится И так далее Но китайцы Они сделали По другому На самом деле У них 11 диалектов По сути Это абсолютно Разные языки И они Сделали Это уже было В 80-е годы Значит Компартия Скала Будет один язык Потому что Понимаете Вот Из Сиамения Когда ты приезжаешь В Шуйтов То есть Люди Которым Старше 40 лет Здесь вообще На самом деле Очень большая Проблема С коммуникациями Потому что Люди Старше 40 лет Не владеют Официальным языком То есть Те Кто Младше 40 Их Обязали Учить Официальный Язык Понимаете Это Равносильно Того Что В Тульской Области Из Москвы Приехали Или В Рязанскую То есть Вроде Как С какой-то Другой Области Но мы Абсолютно Понимаем Друг друга 11 диалектов Они Абсолютно Не похожи Друг на друга Это Как Японские И Украинские То есть Они Даже На слух Абсолютно Разные Языки И Самое Главное То Что После 40 Лет Очень Большой Процент Китайцев Не Владеет Официальным Языком И Сейчас На мой Взгляд Это Очень Схватило Китайцев И Дало Им Большой Тоже Толчок Потому что Рывок Потому что Они Начали Понимать Друг Друга Потому что У них Привели К единому Знаменателю К одному Языку Вот То есть Если мы Вернемся По поводу Заводов Да То есть У них А-ля Культурная Программа Вечером Обязательно А ну Да С утра Вот я начала Рассказывать То что Зарядка Планерка И все Остальное Весь День Расписан По сути По минутам То есть Они четко Знают Что они Делают Они четко Знают Куда им Ити Они четко Знают Зачем Вообще Раздают Указания То есть Нет какого-то Шатания Пойду Чайку Попью Пойду Кофейку Попью Вообще Как бы Этого Нет Но У них Есть Просто Вот эти Планы Которые Ну Они Обязаны Выполнять Пол Двенадцатого Весь Китай Кстати Живет По одному Времени Несмотря На то Что у них Разные Часовые Пояса Посуде Но Весь Китай Живет По одному Времени И Пол Двенадцатого Дня Вот там Вот хоть Что Будет Вот хоть Что Будет Все Звонок На заводе И все Уходят На обед Причем Это во всем Китае Это не только Про заводы То есть Пол Двенадцатого Обед У них Полчаса На обед И потом Полтора Часа Они спят Причем Спит Весь Китай Я на самом деле Очень долго Не могла К этому Привыкнуть Потому что Пока Мы с Аним Утром Что-то еще До Шуйтов Доедем Мы к полдвенадцатого Конкретно Приезжали И мы До двух До двух Часов То есть С полдвенадцатого До двух Китай Не работает Два с полдвенадцатого Вот хоть что Да То есть Спят Прям Вот В офисах Достают Все у них Продумано Достают Раскладушки И спят И вообще У них То есть Обед Четко Сон Четко Вечером На заводах Культурная Программа То есть Тоже Это Восьмидесятые Года Они ввели Так называемые Танцы На площади Если это дословно Переводить С иероглифов То есть Весь Китай Танцует Восемь С семи вечера До девяти Просто Разные группы Разные по интересам И на заводах В том числе То есть Вечером Обязательно Какая-то Вот такая А-ля Культурная Программа Есть Товарищ Который У них Эту программу Все ведет Они включают Колонку Музыку И час У них Танцев То есть Это Ну Очень разные Танцы На самом деле Это не какой-то Там один танец А все Продумано Есть побыстрее Есть Ну Разные Тут можно Подобрать Себе Какой-то По интересам Вот Дети Рабочие Которые В этом Шуйтоу С ними Живут Они живут В общежитиях Для них Есть школы Они ходят Тут же Прям в школу И есть Даже Какой-то Там Тряхленький Автобус Который Там Это все Развозит Даже Детей То есть Эти дети Рожденные На заводе Эти дети Ну как бы Всю жизнь Живут И если Родители Будут очень Стараться То возможно Есть шанс Куда-то дальше Ему сдвинуться Но На самом деле Если посмотреть Китай Китайские школы То очень Многие Китайские школы Особенно В городах Старшая Старшая школа Она платная И мало Кто На самом деле Себе Ну не мало Но Не все Могут Себе Позволить Старшую Школу Вот Значит Дальше По поводу Удобства В целом По Китаю Что они сделали Если в глобальном масштабе Посмотреть То есть Они Сделали Очень хорошие Дороги У меня просто Был опыт работы С Индией То есть Когда С одного штата В другой Надо собрать С разных штатов Камень привезти То есть В Индии Например Это невозможно В Китае Это делается Вот на раз Два Три То есть Все Провинции Все Везде Отличнейшие Совершенно Просто Дороги Скоростные То есть Если мне Сегодня Надо 603 Из Ухани Полуконтейнера И Вся Мы Еще Полуконтейнера То это Мы в течение Одного Двух дней Можем их Состыковать И отгрузить А это Практически Две с лишним Тысячи Километров Вот Что касается Образцов Здесь Очень удобно Тоже Они сделали Систему По пересылке Образцов Например Камень Скарьера Да То есть Мне нужно Что-то В течение Одного Двух дней С любого места Присылается То есть Это Очень удобная Система Я Иной раз Даже Если мне Куда-то Образец Надо Например На завод Отправить То есть Я могу Даже Возле Охранника Дома Возле Дома Оставить Образец У меня Уже Этот курьер Приходит Я ему Электронные Деньги Отплачиваю То есть Я его Даже Не вижу Я ему Все Скинула Он На следующий День Образец Уже На заводе Да Вот Поэтому Если мы Говорим Вот Хотелось бы Повернуться К обучению То есть У нас С вами Есть Все-таки Разного Уровня Люди Да Они Изначально Разные Кто-то из деревни Приезжает По Китаю Кто-то В городе Там прожил И так далее То есть Что касается Вот деревенских Деревенских Ребят То есть У них В основном Это все-таки Дорога Вот на завод Который Возьмет В свое Иде То есть В свое Семейство И будет Его там Дальше Воспитывать Вот Что касается Городских Ребят Да У которых Есть Какие-то Возможности Во-первых Они отучились В платной Школе Которые Там Старшие Классы Вот У них Есть возможность Дальше Идти в университеты Но я вам хочу Сказать У меня У меня две Дочери Которые Выучились В Китае Старшая Дочь Закончила Семейский Международный Университет Вот И я На самом деле Учебу Как происходит Учеба В Китае Я знаю Не понаслышке И я Когда у меня Просто Моя дочь Старшую Зовут Ангелина Я думаю Что она Сейчас на эфире Слушает Большой тебе Привет Значит Я Просто Помню Всю эту историю Как она Училась И как учатся Китайцы Чтобы вы понимали То есть Ее просто Взяли по гранту Она была Одна Среди Четырехсот Китайцев В Международном Университете В Сиаминском Факультет Это Международный Экономический Есть разные Есть разные Варианты Если ты хорошо Учишься Есть государственная Программа Бесплатная Да Вот И Понимаете У нас обычно Так Если вы Поступили Уже Там Ребенок Поступил В университет То как правило Там Худо-бедно Он на второй Курс Переходит В Китае С точностью Да наоборот То есть Это половина Пути Ты первый Поступил После первого Курса У нее Вот На примере Ангелины Из четырехсот Человек Отсеяно было Двести человек Перейти на второй Курс Поэтому Конкуренция Среди них Огромнейшая Конечно Они там Стараются И Ну Делают все По максимуму И учатся Реально учатся Вот те Кто учатся В университетах Они реально Учатся Вот Если мы Просто вот Вернуться Вы знаете Выдергивать Как бы Просто Программу Обучения Китая Мне кажется Это не совсем Правильно Потому что Вообще Надо Посмотреть Немножко В целом Историю Как они Стартанули Из чего Это вообще Они вдруг Пришли К таким Результатам Значит Все Началась История У них В 78 Году Когда у них Пришел К власти Дэн Сяопин Очень интересная У него кличка Это не его Имя Сяопин Это маленькая Бутылка Которая С водкой Которая Продается В любой Забегаловке И она Как Ванька Встанька То есть Очень маленького Роста Человек Но который На самом Почему-то На мой взгляд Очень мало О нем Рассказывается Но на самом Деле Именно он Написал Программу По которой Китай Сейчас Развивается И программа Это До 2045 Года Прописана Поэтому Вот эти Все Чудеса Они Очень Интересные Я просто Сейчас Немножко С вашего Позволения Расскажу Какие-то Базовые Моменты На мой взгляд За счет Я даже Не перебиваю Мне Очень Интересно Ну Во-первых Что Я Немножко Вернусь По поводу Обучения Своих Детей У меня Младшая Дочка Вероника Она Отучилась Два Года В Шаолине Мы Пытались Пытались И вместе Постичь Кунг-фу Китайская Есть Плюсы Минусы Это Будет Отдельно Может быть Как-то Поговорим На эту Тему Но Что Я Для себя Лично Поняла То что Китайцы На самом Деле Они Четко Заточены На то Что В истории Ошибок Нет Мне Очень Горько Смотреть На какие Ситуации Сейчас У нас Происходят Но Надо Может быть Взять Пример С китайцев То что Мао Цзю Дун Партия Сказала Он на 80% Был Прав А на 20% Неправ Точка Мы Это Не Обсуждаем Нам Надо Идти Дальше Вперед Вот И Дух Вот Этот Патриотизма На самом деле Он Очень Здорово И четко Отслеживается Прямо Со Школы Потому Потому Что Школа Начинается С Линейки Школа Начинается Про То Какая Какая Какой Китай Великая Страна И Какое У них Великое Будущее А если Посмотреть Опять-таки По иероглифам Все не Просто Так Вообще Джун Го Это Китай Это Вот Эти Два Иероглифа Они Если Дословно Переводить Это Середина Земли Это Пупы Земли Если Посмотреть Карты 18 Века То Китай На самом Деле Сам Себя Они Знали Уже Тогда Все Эти Страны Россия Европа Это Пуп Земли И Это Настолько Вбивается В голову Детям С самого Детства Они Вы Не Поверите Насколько Патриотичны Китайцы Мы Китайцы И Мне Это Лично Просто Со Стороны Смотреть На самом Деле Очень Приятно Мне Кажется Любая Страна Должна В этом Направлении Двигаться Так вот Если вернуться В 78 Год Дэн Сяопин Когда он Пришел К власти Была Полная Разруха И Нищета И Он Непростой Конечно Человек Это Вот Эта Маленькая Бутылка У него Кличка Легко Запомнит Китайское Название Сяопин И У него Очень Была Непростая Задача И Так как Был Голод Если Посмотреть По истории Более 700 Миллионов Человек В Китае Были За Нищетой Бедности А Им Есть Реально Просто Было Нечего И Тогда Значит Он Просто Другой Был Человек Человек Который Путешествует Он Наверное Все Так Я Так Думаю Смотрит На Мер Другими Глазами Вот И Что Он Сделал Сначала Он Поставил Пятилетний План Реформ По Сельскому Хозяйству Потому Что Ничего Другого Они В принципе Не Могли Они Ничего Не Производили На Тот Момент То С Фабрикой Мировой Фабрикой Китай Станет Гораздо Позже Но На Тот Момент Он Значит Сделал Что Коммуны Были В Китае Он Отменил Коммуны Он Сказал Ребят В нашем Китае Не Работают Коммуны Нам Надо Сделать Семейные Подряды И План На Пятилетку Они Тогда Выполнили Что Он Тогда Бил Первый Элемент Капитализма Он Сказал Ребят Вот Этот Вот Минимум Которые Вы Должны Сдать В казну А Все Что Вы Сверху Заработаете Мы Даже Вникать Не Будем Мы Разрешаем Вам Торговать На Рынке Вот За Сколько Продавите Это Все Ваше И Тогда Китайцы Начали Усиленно Работать И Тогда У них Начали Появляться Первые Денюжки И Именно Вот Это Дало Такой Серьезный Толчок К Первому Развитию И Что Тогда Он Сделал Он Первое Что Он Поехал На Сам Деле В Каких То Вопросах Наверное Есть Смысл Прогнуться Где-то Да И Где-то Быть Более Гибким А Может Быть Более Мудрым Политиком То Что Сделал Он Он Поехал В Японию Несмотря На Что У С Японии Очень Ожесточенные Отношения Из-за Японской Он Это Все Увидел И Договорился Договорился С Корпорацией Самсунг Что Они Приедут К ним И Они Сделали Первое Совместное Предприятие 50 на 50 То есть Правительство КНР Государственное Вложение Были 50 То есть По сути Что Предоставил Китай Он Предоставил Землю Он Предоставил Старый Совершенно Неработающий Завод И Рабочую Силу А Все Остальное Принесли Японцы И Если Посмотреть Дальше То есть Он Дальше Поехал В Америку Он Дальше Поехал Во Францию В Сингапур В Италию И он Со всеми Договорился И Первые Студенты Китайские В 78 Году Уже Поехали В Америку На обучение Сначала Это было 500 человек Потом 4,5 Тысячи В 84 Году 4,5 Тысячи Уже Было Человек То есть Он Начал Постепенно Что он Сказал Он сказал Что Вы знаете У нас Нет Ничего Кроме Огромного Количества Рабочей Силы Людей И у нас Есть Природные Ресурсы Это все Что мы Можем Сделать Мы будем Для вас Пахать За бесплатно Но вы Нас Должны Обеспечить Огромным Количеством Заказов И научить Нас Как Работать Мы Не умеем Он просто Пришел Поклонился Это было Непросто Но он Это смог Сделать Потому что Начали И он Сделал Следующий Шаг Он Открыл Четыре Зоны Свободно Экономические Зоны В том числе Сямы В которых Он сделал Беспрецедентные Обалденнейшие Условия Для инвесторов Иностранных Сначала Первые Инвестиции Это были От китайцев Которые Жили В момент Компартии Сказала Ребят Нам надо Стране Помогать Они Начали Потихонечку Вливать Инвестиции Продолжение следует Продолжение следует Обалденнейшие Условия Для инвесторов Иностранных Сначала Первые Инвестиции Это были От китайцев Которые Жили Условия 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 На самом интересном Месте Да Все слышу Хорошо Так вот Он Предложил По сути Продал Больше 700 миллионов Человек Он Сделал Прописку И Прописка Была Значит Деревенская И городская И вот эти Больше 700 миллионов Человек Которые Были Ну им реально Просто есть Нечего Было Они Стали Рабами На этих Заводах Ну он Сказал Что ребят Мы То есть он И в Америке Везде он туда Съездил И сказал Что вы Давайте нам Заводы Заказы Мы будем Учиться Мы будем Все делать Будем Мировой Фабрикой Но другой вопрос Что просто Никто не думал Что Китайцы Так быстро Научатся И так быстро Начнут По уму Деньги Вкладывать Слышно меня Да Я просто Так вот Вопрос По поводу Камня Если Всю эту историю Разложить На камне Наша Тематика Мы Все здесь Собрались Люди Которые Имеют Отношение К камню Может быть Я не права Но вы Меня Поправьте Скажем так Потому что Когда я Приезжала Там 14 Примерно Лет Назад Я Например Видела Такую Историю Что Камень Например Привезенный Из Италии Он Стоил В разы Просто Дешевле Чем Если Покупать Его В Италии То есть Блоки Завозились И Каким-то Волшебным Образом Китайцы Умудрялись Его Несмотря на Транспортировку На все Какие-то Налоги И все Остальное Они умудрялись Делать Его Дешевле Что Я тогда Видела 14 лет Назад Я Видела Мрамор Ботичина Например Итальянский На котором Уже Было Очень Достойного Качества Распила Слэбы На которых Были Этикетки Made in Italy Я тогда Спрашивала Китайцы Ну как же Так Вообще Почему Made in Italy Вы в какую-то Другую Страну Везете Они говорят Нет Мы везем В Италию Я говорю Я не очень Понимаю Как можно Блоки Привезти В Сямань Здесь Распустить Привезти Обратно В Италию И потом Что А потом А им Так Выгодно Ну то есть Вот эта Себестоимость На тот Момент На тот Момент Распила И рабочей силы И всех 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 Вопросов То есть Они покрывали Вот эти Два Конца Отправки Блоков У меня Вопрос Возникает В связи с этим Китайцы Не могли Научиться Работать С камнем То есть Они работали Да Мы знаем Великую Стену Которую Они там Построили Сколько Это там Много лет Назад Это все Все равно Было Примитивное Кстати В Шуйтово Если В отрезности К Шуйтово Покататься Там же Карьера Недалеко Карьера Санса Голда Очень Древние Постройки Они Все Дома Сделаны Полностью Даже Перекрытие Крыши Они сделаны Из Таких Толстомеров Гранитных Санса Голда То есть Люди Жили В таких Каменных Домах То есть В принципе Они Камень Могли Обрабатывать И обрабатывали Достаточно Дома Но это Была Все-таки Кустарная Обработка В связи С моим Рассказом Как Они Ездили Дэн Сяопин Ездил В Америку И так далее Пришал Инвестиции И просил Их технологии Дать То есть Мы вам Людей Мы вам Природные Ресурсы А вы Нам технологии Такой у него Был Такой у него Был призыв Вот Кто-то Как я понимаю Научил Китайцев По тем временам Работать С камнем Я могу Предположить Что возможно Это мои Домыслы Итальянцы Здесь Какой-то Наверное Приложили Руковую Потому что Есть Еще одно Мое Личное Такое наблюдение По поводу Нескольких Камней Которые В Китае Очень длительный Период времени Скрывали Что это Итальянцы Те же Скрывали Например Мрамор Панда Который Многие Считали Что это Итальянский Мрамор Мрамор Амазония Блэк Блэк Вудс И Такая Изюминка На тортике Это Де Даус Который Стоит Это блок Стоит У Антолини Прямо При въезде Антолини Все знают То есть На самом-то деле Это китайские Карьеры И Как мне кажется Вот этот Призыв Тэн Сяопина Что у меня Есть люди И природные Ресурсы Возможно Эти природные Ресурсы Были Как-то Предложены Итальянцам Или Итальянцам А кому-то еще Это мои додумки Но я просто Делюсь своими Мыслями Слух Потому что На самом деле Такую информацию Никто не расскажет И это все Очень естественно Как-то Закрыто И Сейчас Я смотрю То что на рынке Здесь Шультова Появилось То есть Они начали Открыто Говорить Да Панда Можно приехать На карьер То есть Дэдаус Которая В Антолине Ставит Провинция Хубей Хубей Находится То есть Они Стали То ли У них Сроки Договоренности Вышли То ли Может быть Ну Какие-то Как-то Может быть Они соседний Там Участок Начали Разрабатывать И теперь Китайцы Начали Оппозиционировать И об этом Открыто Говорить Я не знаю Это мои Домыслы Значит Что касается Дальнейшего Развития Китая То есть На сегодняшний день Чем Китай Может быть Интересен На самом деле Это Самый большой Склад мира На сегодняшний день В виде блоков Блоки Завезены Со всего мира Просто Когда То есть На машине Надо очень долго Долго ехать Можно не один час Потратить Чтобы просто Склад блоков Проехать На машине Да То есть Объемы такие Они были большие Но за эти два года Они увеличили Объемы То же самое По слэбам То есть Очень интересная система Вот это Взаимодействие Между Заводами И Торговыми Компаниями Сейчас Немножко об этом Расскажу То есть Очень Они интересную Систему сделали То есть Каждый занимается Своим делом Заводы Производят А торговые Компании Торгуют У них Это в принципе Не пересекается Когда мне люди Ну очень многие Там рассказывают Я сейчас приеду На завод Там выйду Напрямую И я прям Все У меня будут Самые лучшие Там цены Все самые лучшие На самом деле Китай работает По другой системе Торговые Бывает Когда Сейчас Особенно Стало все больше Появляться Раньше Такого не было Вообще Сейчас все больше Когда в принципе Один хозяин И у него При нем Там Торговая компания И завод Но это На самом деле Поверьте Это вообще Очень большая редкость Когда люди Приезжают На выставку В Сиомене Видят какие-то Необыкновенные Там Стенды Вот эти Как правило Это все-таки Торговая компания Это не хорошо Не плохо Просто Это сделано Для удобства Потому что На заводах Как правило Не разговаривают Ни на русском Ни на английском Они заняты Своей работой Заводы И торговые Компании Разная система Налогообложения У них Они Не имеют Заводы Не имеют Лицензии Они не могут Экспортировать Поэтому Вы в любом случае Вам Вам все равно Придется работать С торговой компанией Или с агентом Значит Даже если У вас Даже если Вдруг Есть там Заводы Большие У которых Есть свои Торговые компании Поверьте мне Они в принципе Я не буду Называть там Очень известный Завод Очень много С ним работает Но Они просто По одному Принципу Работают Когда бы Мы Не проверяли Заказ Любой Мы делаем Как бы Свои заказы А есть Также люди Которые Размещают Заказ И нас Просят На проверку Качества Приехать И Когда бы Мы Не приезжали Этот завод Проверять То есть Никогда На своем Заводе Они не размещают Эти заказы Потому что Торговая компания При заводе Даже Она в совершенно Спокойном порядке Может размещать Заказы В другом месте Абсолютно Это их право Они считают Деньги Экономия Прибыль И все остальное То есть Это Коммерческая Организация Которая С заводом Имеет Постоку Поскольку Они могут Сидеть На одной территории Но в принципе Это абсолютно Разные Направления И деятельности Зачастую В торговой компании Выгоднее Даже Купить Чем Если Вдруг Вы на завод Пришли Каким-то образом Вам там Что-то Могут Отгрозить Потому что Есть Возврат НДС У торговой компании Вот Значит В целом Вот эти Вот Торговые компании Здесь Есть Подводные камни В каком плане Что Торговые компании Они в основном Находятся На территории Острова Сиамэнь Очень красивый Остров Там Честно говоря Очень Им не хочется Ездить На заводы В Шуйтово Проверять Ваш заказ Тем более Если заказ Делается На другом В другой Какой-то Провинции Поэтому Когда Вы выбираете Торговую компанию Или агента Вам обязательно Нужно Понимать Ездит Делает ли Этот Ваш Торговый агент Вообще Какие-то Проверки Потому что Вот Очень часто Они просто Ленятся Задача Их Просто Взять деньги А там Потом Разберется Очень многие Я думаю Со мной Согласятся Мне задавали Этот вопрос Часто Почему Я работаю С одним И тем Ж Заводом А мы Понимаем Все-таки Что это Торговая Компания А вот Один Контейнер Пришел Нормальный А второй Ненормальный Вот он Весь там Битый И все остальное Какие-то Там Проблемы Ну потому что Каждый Заказ Размещается Абсолютно На разных Заводах Заводы Узко 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 Специализированные Даже Когда Вы Приезжаете На завод Огромнейшей Большой Территорией По сути Когда Начинаешь Вникать В вопрос Они делают Одни и те же Операции И шаг влево Шаг вправо Они будут Размещать Где-то В другом Месте Как Происходит Взаимодействие Меня все время Просто Настолько Удивляет Система Жизни В Китае В каком Плане То есть Они У них Все разделено На сегменты То есть Даже Был какой-то Момент Мне в школу Детям Надо было Цветы Купить И Живые цветы Надо было Нету Возле дома Цветов Мне значит Дают какой-то Адрес Я куда-то Приезжаю И Целая Улица Они продают Только Живые цветы То есть У нас бы Уже Друг друга Прилюбивали Как они Уживаются В этой Системе То есть Если Это Улица Машина Помыть Например Автомойки То это Будет Вся Улица Машина Помыть Автомойки То есть Они Находят Эти Как-то Вот Эти Варианты Взаимодействия И Всем Самое Главное Что Хватает Работы Потому Что Если Вы Приедете В Шультову Поверьте Мне Вы Даже В воскресенье Они Работают Все И Маленькие И Средние И Большие Как Я Понимаю Исходя Из общения С китайцами То есть Компартия Она Все-таки Контролирует Эту Историю Потому Что Они Не Очень Хотят Чтобы Были Только Гиганты Потому Что Как Я В самом Начале Сказала То Что Больше 60 Процентов ВВП Дает Именно Малый И Средний Бизнес Поэтому Их В общем То Полит И Левеет И Когда То есть Есть Налогообложения Которые От Электричества От Выработанной Электроэнергии Если У них У завода Они Пере Пере Рабатывают То Налог Становится Гораздо Больше Им Невыгодно И Они Начинают Размещать Где-то Что-то Поэтому Вот Эти Нюансы Их Надо Обязательно Узнавать И Знать И Учитывать Потому Что Когда Вы Онлайн С кем-то Договорились Или На выставке Вас Привезли Поверьте Мне Сказать Что Это Мой Завод Любой Китайец Никто Даже Оспаривать На заводе Не будет Любой Китайц Вам В генах Вот Эту Историю Рассказать Поэтому Задача Просто Выбирать Ту торговую Компанию С которым Вам Комфортно Потому Что Комфортно И в плане Расчетов И в плане Дальнейшего Обслуживания Потому Что Если Ваш Обычно Китайцы То есть Я вам Рассказала То есть Они Даже Не ездят Туда На заводы Чаще Всего Им Через Вичат Прислали Какие-то На Очень Плохом Сняли Какую-нибудь Одну Фотку Сбоку Где Ничего Не Видно То есть Если Вот Такая Вот Система Работает То Лучше Конечно Кого-то Искать Вам В этом Плане Другого Значит По поводу Системы То есть Помимо Того Что Они Сделали Все В одном Месте То есть Физически Ты Приезжаешь И Ты Выбираешь Все В одном Месте Все Есть Вот В этом Шультов Сейчас Они Очень Систему Онлайн Оповещения Вот Если Обратили Внимание Может Сзади У меня Это Карты Китая Таких Картр У меня Несколько Это Карьеры Китайские Посмотрите Сколько Их Много Разработанные Карьеры Да Вот Это Все Это Разработанные Карьеры Гранита Гранита Здесь Нет Мрамора Или Исланца Или Что-то Еще Это Только Карьеры Гранита Я В моих Мечтах Моих Мечтах Объявить Вовращительный Объем Да И Ну Какие-то Популярные Какие-то Непопулярные Какие-то Со Сложностями Но Это Рабочие То есть Это Вот Есть Вот Эта Система То есть Можно Отсканировать Коты Можно Заходить В онлайн Все На Китайском Языке Очень Сложно Я Честно Говоря Сама В этом Не Очень Хочу Разбираться У меня Для Этого Занимается Значит Что Хотелось бы Дальше Да У меня Есть вопрос Вот Глядя на все Вот эти Объемы Я Потому что Я был В Китае Был В Сямэне Я ездил По этим Складам На какие-то Фабрики Нас там Привозили Мы все Это Смотрели Объемы Колоссальные Да И Какие-то Фабрики Выпускают Ну Так себе Посредственное Качество Достаточно Там И Камень Обрабатывают Очень Посредственно Последнее Время Ну Судя По каким-то Ну До меня Которые Там Фотографии Информация Там Доходит Потому что Я давно В Китае Ничего Не покупал Качество Выросло Серьезно Выросло Вопрос При Отсутствии Системы Среднеспециального Образования Ну Как таковой Насколько Я понимаю То есть Она Как бы Есть Там К Система Образования Существует Но Среднеспециальный Ну С ваших Слов Там Они Учитают Сами У себя Там На заводе На заводах Специалистов Как можно Такое Количество Вопрос В том Учение Ну Понимаете Колоссальные Объемы Переработки Сначала Объемы Как сказал Дэн Сяопин А мы будем Учиться Походу Вот Принцип Он как был Так он и Остался Поэтому Здесь За счет Этих Объемов Вы даже Не представляете Сколько Они Косячат Это Тихий Ужас На самом Деле Поэтому Китай В целом Если Говорит В среднем Да То Конечно Качество У них Лучше Стало И Изменился Я Удивляюсь Насколько Они Хотят Учиться Но Я Хочу Скать Что В целом Менталитет Китайцев Как таковой Он Против Вообще Они Против Каких Либо Перемен Они Не Очень У них Есть Какая Такая Своя Тематика Они Очень Хотят Учиться Меняться Не Учиться Меняться Вот И Когда Да В целом То Если Посмотреть Даже По Бытовым Каким Вопросам Когда Я Раньше Начинала Только Здесь Жить Было Очень Мусорно Было То Было Элементарно Дорогу Нельзя Было Перейти Потому Что Китайцы У них По Правилам Дорожным Тогда Движения Не Было Такого Правила Что Надо Перед Пешеходным Переходом Остановиться Что Сейчас Происходит Сейчас Они Все Останавливаются Сейчас У меня Когда Где Мы Живем Возле Дома Я Выхожу И Есть Даже Место С Пакетиками С Специальными Перчатками Для того Чтобы Фикарии Собачек Туда Вкладывать И Вот Это Все Так Аккуратно Я Честно Говоря Просто Настолько Удивляюсь Этим Переменам Поэтому В целом Они Вообще Очень Быстро И Очень Качественно Стали Учиться Вообще В быту И Сейчас Станки У них Станки Если Посмотреть То Очень Качественные Стали Станки Само Китайское Оборудование Поэтому Говорить Что Ну Как бы Я Изнутри Вижу И понимаю То Что Благодаря Таким Объемам У них Наверное Все-таки Нет Такой Необходимости В этом Профильном Образовании Оно Нам Нужно Однозначно Но У них Я Пытала Многих Китайцев Все Мне в один Голос Сказали Что Да Я просто Сама Не вижу Никаких Вот Этих Учереждений То По Скульптурам Есть А Вот По Такому Как бы Там На станках Работать И так далее То есть Они Приходят Он Сначала Там Условно Говорю Ящики Колотит Наблюдает Как Это Пилят Потом Дальше Потом Дальше Потом Через Какой-то Промежуток Времени Он Уже Становится Мастером Примерно Это Вот Так Ну То есть Они Просто Берут Сначала Количество Потом Потихоньку Как Получается Как Пойдет Перерастает Какие-то Качественные Показатели Именно Так Именно Так Мы Боремся По многим Вопросам С ними Здесь Потому Что Сказать Что Они Все Делают Качественно Зачастую Все Делают Некачественно И Потом Уже Когда Просто Над Ними Стоишь Они Начинают Думать Они Начинают Кому-то Звонить Кому-то С кем-то Как Это Все Кооперироваться Тогда Может Быть Там Совместными Усилиями Это Все Становится Лучше В целом Лучше Стало Но До Идеального Качества До Скуркулезности Вот Этой Вот Им На самом Деле Еще Очень Далеко Вот Я Хотела Просто Рассказать Еще Небольшую Как Бы Такую Историю Дальше То Что Китай 78 Год Я Вам Рассказала То Это Нищета Разруха И Все Остальное Но Я Начали Начали Появляться Вот Эти Инвестиции В 78 Году И Все До 2002 Года Вот Получалось Только То Что Были Огромнейшие Инвестиции Извне В Китай Но Китай Сам Ничего Не На тот Момент Еще Ничего Не Зарабатывали По Сути В 2002 Году Произошел Небольшой Такой Переломный Момент И Они Потихонечку Начали Инвестировать Вне А В 2008 Когда Был Кризис Мировой То Если Посмотреть По Цифрам То Получается Что Китайцы Инвестировали По Миру 167 Миллиардов Долларов А В них Инвестировали 118 То Это был тот самый момент Переломный Когда Китайцы Начали Инвестировать Во внешний мир И в том числе Они начали Скупать карьеры И гранитные И мраморные И все остальное За пределами Китая Скупать карьеры Да И дальше Что самое В определенный момент Когда Вот этот Момент Наступил После 2008 Года У них Возникло Огромное Желание То есть Они Честно говоря Все думали Как Китай Будет Мировой Фабрикой Вообще Всего И Айфона И то и все На Китайцы На самом деле Они решили По-другому Я вам сейчас Просто расскажу В двух словах Что происходит И как я это вижу Со стороны То есть Если Очень интересный фильм Для просмотра Рекомендую просто Он очень Такой Может быть Занудный Потому что Это документальный фильм Фильм называется Американская фабрика И когда В 2000 По-моему В 2015 Году То есть Это вот Реалии Вот наших Вот дней Вот прям Совсем недавно Не то что там 78-й какой-то год То есть Фильм снят На реальных событиях Когда Китайцы купили Разорившийся Разорившийся Завод в Америке Этот самый Который Производит Стекла Для автомобилей Причем Для очень серьезных Таких концернов Автомобильных И Сейчас Благодаря Вот этому Переходу То есть То были инвестиции Во внутрь Китая Теперь Китай Разбогател Начал Инвестировать Извне Теперь Китай Скупает Практически Все подряд И если посмотреть То есть Он начал Ему Они не хотят Строить Во-первых Они не хотят Уже быть Фабрикой мира Вот И они Хотят Чтобы Не хотят Засорить Свою Экологию Потому что За тот Период Время Когда Они Людей Продали Они Они готовы И экологию Продали В том числе Сейчас Если посмотреть Изнутри В Китае То есть Он Настолько Преображается Настолько Экологически Становится Чисто Не быстро Не вот Прямо Но северные Столицы Все равно Еще работают Еще там смог есть Но южные Южные Эти самые Провинции Идеальнейшие Просто То есть Строятся И парки Высаживаются И озеленение Кругом И все В общем-то Ну реально Просто Очень красиво И очень Современность Становится Вообще В целом Страна Очень комфортная Для жизни Так вот На этой Американской фабрике Вот В этом фильме Очень интересно Посмотреть просто Разницу Менталитетов Американцев Которые Не хотели Работать И как китайцы Начали заставлять Они хозяева Пришли туда И они Как они И заставили Работать По сути Они Больше половины Там персонала Выгнали И поставили Своих китайцев И Еще дополнительно Роботов туда Поставили И сейчас Этот завод Лидер По Выпуску Стекол Для Для Автомобилей Вот Значит Очень интересная книга Ли Куан Которая Это Президент Сингапура Президент Или как его правильно Руководитель Сингапура При котором Он развился Из третьего мира В первый Отличная книга Которая на самом деле Рассказывает Очень многие вещи В том числе Про Дэн Сяопина Который приезжал туда И что Значит По поводу Дальнейших действий Китая Сейчас Сейчас У них Этот самый Как президента Зовут Современного Син День Пинь Который На самом-то деле Был В прошлом Он был Как губернатор Провинции Фудзянь В которой Находятся Промышленная зона Сямань И промышленная зона Шуйтов То есть Он Был На самом деле У истоков Становления Каменного бизнеса В Китае И он На мой взгляд Как мне кажется К каменным Предприятиям Имеет такое Лояльное Очень Отношение И Везде Где только Можно камень Использовать Используется Камень На государственных Программах И Если Вы спросили Я просто так У меня идет Нет Я говорю Си Цзин Пин Наш человек Ну да Китай И наш человек Оно немножко Так Не всегда Как там хочется Так вот Очень интересно То что Это Использование Натурального камня Натурального гранита Когда В плане Обучения Да Вот Я так думаю Что это тоже Наверное Была программа Если посмотреть Все Китайские Я очень Я очень много Где была В Китае Во всех Провинциях Просто Великолепнейшие Национальные Парки Они сделали За последние Там 20-30 лет И везде В этих парках Это Поверьте Это Не десятки Километров Я не знаю Сколько Тысяч Километров Гранита Вот такого Толстомера Выложено В этих Парках И в этих Горах Потому что Все горы Сделаны 20-25 сантиметров Вот такие Чушки Двухметровые То есть Как они Туда Их носили И как они Их монтировали Это Современная Китай Сделала Это Не когда-то Вот эта Великая Китайская Стена Когда-то Там Вроде Давно Была Это Современная Китай За последние 30 лет Я так думаю Что это Были Неплохие Обучающие Программы Монтировать Носить И так далее И так далее Работать Как-то С камнем Потому что Сделано Все Очень Очень Добротно Очень Качественно И главное Эти масштабы То есть Это Это Не передать Словами Это просто Вот надо Потому что В каждой Провинции Это вот Тысячи Километров Вот Значит И по поводу Инвестиций Китая Дальнейшие То есть Помимо того Что они Начали Скупать Карьеры Они Дальше Пошли На самом деле Просто Об этом Не умал Как-то У нас Других проблем Я так понимаю Вопросов Много Как-то В принципе В нашем В нашем Простанстве Об этом Как-то Не говорят А мне кажется Об этом Нужно Говорит Потому что Если Посмотреть В целом Китай Для Китая Россия Это 12 По Рангу Партнер По Продажам Но Для Россия Китай Это Номер Один Торговый Партнер Но Если Мы Посмотрим Вообще В целом По товарам Не Не По Камер В целом По Товарам Но Если Мы Посмотрим Те Учебные Центры По Изучению То есть В Китае В 15 Раз Больше Учебных Центров По Изучению России А у Нас Их Практически Нет По Изучению Китая Что На мой Взгляд На самом деле Очень Очень Плачевными И глобальными Проблемами Для нас Скажется В будущем Потому что Как я уже сказала Китай Начала Инвестировать Во Вне То есть Они Сейчас Сделали Что Они Озвучили Программу Один Пояс Один Путь То есть Они Восстанавливают Шелковый Путь Который Был Когда-то Но Теперь На Современных Реалиях На Современном Мире И Другими Масштабами То есть Если вы Погуглите Просто Для интереса И посмотрите То есть Этот самый Греческий Порт Пирей Уже Принадлежит Китаю Порт Шри-Ланки Принадлежит Порты Которые Они Будут Дальше Использовать Для своих Целей Принадлежит Шри-Ланка Принадлежит Китаю Итальянский Порт Триеста Игена Уже Принадлежит Китаю И Если Мы Посмотрим Вот этот Один Пояс Один Путь Это Морские Пути Порты 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 Морские Скупают Порты 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 Они Они Сделали За Пять Лет Причем Два Года Из них Пандемии Вот И Это В планах Эта Дорога Будет Соединять Пекин Сингапуром То есть Будет Проходить Через Бангкок Малайзию И Сингапур Это Прямой Выход В Индийский Океан В Перспективах Я так Думаю Что Они Хотят На Сингапур Замахнуться В качестве Порта Это Мои Мысли Но Я так Думаю Что Они Что Другое Но Тем Не Менее Они Сейчас Занимаются Тем Что Раскидывают Такие Серьезные Проекты И Свою Паутину Делают Не Хотят Они Дальше Работать Я Как я Уже Раньше Сказала То есть Дэн Сяопин И его Программа Которую Они Четко Следуют Очень Очень Мудрый Человек Которого Нам Надо Учить И Кстати Говоря Если Поглубже Копнуть По чьей Программе Идет Дэн Сяопин Он Уже Умер Он Умер В 97 Году Но Они Китайцы Следуют Его Программе И Он Эту Программу Свою Писал Николай Иванович Бухарин Который В свое Время Был Репрессирован При Сталине Но В принципе Эта программа Практически Идентично Повторяет То Что Написал Дэн Сяопин В принципе Там Очень Много Мудрых Мыслей Вот Ну В принципе Основные Мысли Вот такие Может быть Немножко Пессимистическое В плане Масштабов Китайца Но Мне кажется Ну Как же Просто Их Надо Изучать Их Надо Понимать И И Как-то Возможно Как-то Прогнозировать Что они будут Делать дальше Потому что Мыслей У них Много И планов У них Много Но у них Много Проблем Поверьте Мне То есть Это Не вот Золотая Какая-то Такая Картинка Красивая Если Вкратце То что Я наблюдаю По проблемам Во-первых Это Они Наверное Может быть Сделали глупость На тот момент То что Они сделали Политика Одного Ребенка Потому что Сейчас Нынешнее поколение Китайцев Это уже Другие Китайцы И вот Этот У них У них Даже Новое Появилось Несколько Иероглифов Которое Обозначает Маленький Император Вот эти Детки Которые Они же Привыкли Когда у них Много В семье Детей И теперь Маленький Император Которое Появилось Все Бабушки Дедушки Все Им Внимание Честно говоря До безобразия Здесь Есть Такие Родители Которые И бабушки И дедушки Которые Ну реально Просто Это император Которые Естественно Не хотят Не работать Ничего Они делать Не хотят Но благодаря Вот этой Вот То есть Вот это Новое Поколение Оно Не очень Хорошее В плане Работоспособности Они Ну сидят В телефонах И все остальное Избалованные Очень избалованные Дети Плюс То что Уже Это Рассчитано К 30 Году У них Больше 400 Миллионов Будет Пожилых Людей Благодаря В том числе Этой Программе Одного Ребенка Это все То есть У них Очень большой Процент Людей Старшего Возраста Которые Не Ну не могут Работать Да Уже В силу Возраста Вот У них Ну таких вот Проблем У них Своих Хватает Плюс Очень Кстати Говоря Несмотря На то что Они очень Много Внешний Во внешний Мир Стали Инвестировать У них Огромнейший Внутренний Долг Потому что Они Раздавали Кредитов Населению То есть Кредит На квартиру Которых Здесь Сейчас Китай Стоит Очень Дорого На самом Деле Цены Очень Очень Высокие То есть Кредит Можно было За полчаса Раньше У них Получить Под Два С половиной Процента И они Семьями Там Собирались И получали Кредиты А сейчас Многие Выплачивать Не могут Поэтому Планов Громадьян И проблем Не хватает Нет Проблем Это есть У всех Другой вопрос Как они Решаются И что С этим Происходит Потому что Многие Ну там Что я На странице Школы Публиковал Недавно Там Ну что Далеко Ходить Всю Москву Вроде Облицевали Гранитом Действительно Дали Большой Импульс Развития Гранитной Промышленности В России Ну то есть Много Много Модернизировались Цехов На Урале Там Большие Объемы По добыче Камня Пошли Пошел Камень В Москву Ну насколько Все это Ужасно Там Уложено Как это Все Там Ну то есть Это же Все И в первую Очередь Не только От кривых Рук От неправильного Управления От неправильного Проектирования И Весь вопрос В том Что Ну то есть Это же Глубинные Процессы Которые Сидят И в экономике И в образовании И нам С этим Работать И потом Эти ошибки Каким-то Образом Усправлять И если Допустим Ну я всегда Говорю Что понятно Там Эти Вопросы Эти проблемы Их мало Обозначить Ну Или наоборот Их самое главное Обозначить Но весь вопрос В том Что если К этому Нету Перспектив Решения Этих вопросов Ну то есть Нет вектора Направленного На решение Этих вопросов То Ничего Не будет Происходить В лучшую сторону Меняться не будет Ни в ближайший год Ни два Как мы об этом Не разговариваем Вот Как на это Не указывай А судя по всему Ну просто Элементарно Исходя из того Что Ну Ну нету Специалистов В нашей сфере Их нет Вот Дарья какие-то Маленькие Там Ну сейчас В Казани Ну Там Под Казани Завод открылся Ну Там В Кукмаре Я вижу Они там Пытаются Открыли Какое-то Ну В каком-то ПТУ Небольшой набор Специалистов По камнеобработке Они Ну сделали То ли в этом году Должны начать Принимать То ли в следующем Но это Такая капля В море Для Ну в принципе И переработки Камней И работе В этой области Поэтому Здесь Ну конечно Почему Почему важно Там И опыт Других стран Там Перенимать Мне очень нравится Там Как бы Отношение К труду В Италии И их подход Вот Ну вот Сегодня Послушали Там Вас очень Интересно Много Рассказали Про Особенности Китайцев И Их отношения К работе К труду Вот Как нам Это все Применить У себя На родине Для того Чтобы У нас Тоже Национальные Парки Развивались И дороги Были Правильные Ну Все Все Конечно На самом Деле То Что Вы Делаете Александр Такую Я считаю Уже Миссия Огромная И Вам Большой Низкий Поклон То Что Вы Сделали Вот Такую Школу Просто Если Каждый Будет Определенный Какой-то Вклад Вносить То Вместе Мы Сила Понимаете Как Китайцы Вот Вместе Команда Вот Сила Потому Что По-другому По-моему Никак Я Других Вариантов Не знаю То есть Я С удовольствием На самом Деле Сама К вам Приду Поучиться Потому Что Мне Кажется Обмен Опытом И Каких-то Знаний Всегда Их Наверное Не хватает Поэтому Насколько Я помню Вы Давали Анонс По-моему Завтра У вас Да Школа Начинается Или В какой день Об этом Сказать Завтра У нас Открытый Урок Стартует Основной Курс На следующей Неделе Во вторник У нас Первое Занятие А завтра Мы просто Делаем Открытый Урок По Программе То есть Первый В онлайне Решил Запустить Просто Базовый Курс По Камне Обработке То есть Где Ну там Будет Одиннадцать Тем Ну то есть И Этот курс Я когда-то Начал Там Компилировать И собирать Для Ну своих Сотрудников Своей Организации Для Обучения Там Менеджеров Этих Инженеров Прорабов Для того Чтобы Просто Хоть в какой-то Степени Познакомить С камнем И с камнеобработкой Потому что Область На самом деле Ну Как оказалось Ну очень Закрыто Очень Консервативное И знаний Как таковых Очень сильно Не хватает Но повторюсь При всем При том Что да Безусловно Можно всю Эту информацию Почерпнуть В интернете Но Такое количество И лишней Информации И это все еще Нужно как-то Систематизировать И вообще Понять Куда и как Это все Можно применять И как Со всем Этим Работать Потому что Я очень Хорошо Допустим По примеру Своих Специалистов Видел Что То есть У меня Получается Работать с клиентом У меня Получается Разговаривать Просто Потому что Я обладаю Ну всей Полнотой Информации И инженерной И технической И по Камнеобработке Ну и по Материаловедению А какие-то Порой Достаточно Простые Элементарные Вопросы Ставят Моих Специалистов Ну продажник Ну в тупик То есть Они не знают Они не понимают Что нужно ответить Хотя казалось бы Ну как Как многим Там Кто торговлей Занимается Люди всегда говорят Там без разницы Что продавать Там колготки Или колбасу Или автомобили То есть Есть некая Там технология Продаж И там Ради бога Там все продадут Я в это не сильно верю И очень скептически Отложусь К такому подходу А в камнеобработке Это еще менее возможно Просто в силу Специфичности Потому что Ну грубо говоря Там С деревом И мебелью Мы все знакомы С детства В какой-то степени И сталкивались В обиходе А камень для нас Это все-таки Достаточно новое И Ну Не то Что мы видим У себя В работе Каждый день Вот Соответственно Это все порождает И кучу вопросов И кучу мифов И у заказчиков И у самих специалистов Кто работает В камнеобработке Вот Тем более Огромное Количество Специалистов Где мы стыкуемся И с дизайнерами И с архитекторами И со строителями И с инженерным составом И все эти пересечения То есть Мы в одинаковой степени По большому счету Должны обладать Одной и той же Информацией И глубиной Этой информации Ну то есть Вот Все специалисты Которые участвуют В этом процессе Для того Чтобы мы просто Элементарно Друг друга понимали Вот Ну и поэтому Где-то вот Ну решил я начать Там с базового курса Конечно Там Потому что Ну это основа То есть Мы Ну повторюсь Мы все должны На одном языке По крайней мере Как минимум Разговаривать Должны понимать И технику И технологию И сам материал Вот Поэтому Ну да То есть Вот Завтра Завтра приходите Я сейчас Там отдельно Напишу Во сколько Завтра у нас Первый открытие Открытый урок Вот Расскажу про курс Что там будет Какие вопросы Будем поднимать Ну С удовольствием Послушаю Там Обратную связь Потому что Конечно Тоже интересно И мнение специалистов То есть Что дополнить Что добавить В нашу программу Ну А дальше Уже будем После базового курса Конечно Более Узкоспециализированные Программы Ну Как бы Преподавать И на общую аудиторию Выносить Вот Примерно Так Ну Начало Положить Конечку Каждый Просто Если каждый Будет вносить Какой-то Вклад Уже будет Каждый Помалу Уже будет Большое дело Поэтому Вы очень Большие Молодцы Спасибо Наталья Сегодня С удовольствием Вас послушал Ну Хоть Ну и был В Китае Хоть и Много Ну Как бы Чего знаю Но сегодня Было очень Интересно И познавательно Послушать Спасибо Что пригласили Ну Да Спасибо Что приняли Участие Надеюсь Не последний раз Будем делиться Опытом Да Потому что Ну на самом деле Важно То есть И кругозор Расширяется И понимаешь Там в какую Сторону Двигаться Вот Согласна Согласна Приглашайте С других Стран Ребята Я думаю Мне тоже Было бы Очень интересно Посмотреть И как Италия Работает Ну я Как бы Какое-то Представление Не имею Но Одно Дело Приезжать Туда Как клиент Другое Дело Там Жить И смотреть Изнутри Согласна Возможно Испания Турция Все наши Основные Тематики Приглашайте Дальше Спикера Передаю Дальше Эстафет Договорились Договорились Сегодня Разговариваю Как раз День Пришла Надо Звать Кого-то Итальянца Буду Приглашать Будем Дальше Делать Эфир Будем Разговаривать Как В других Страх Образование Происходит Да Все Всего доброго Наталья Спасибо Да Счастливо До свидания До свидания Как тут Попечет